Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Николова МакФлая. Я в гарнизоне А. Здесь проходит большой классный фестиваль. За моей спиной еще одна интерактивная площадка. Артиллерия Бога войны. Здесь пушка самая настоящая. А за ней полевая кухня. Вот эта вот вся очередь. Это на полевую кухню. Но и на пушке много людей. В общем, давайте про пушку вам расскажем. Посмотри, чем мягкий, если его подбил. Ну, смотри. Во-первых, туда снаряд большой, ты можешь... Ну, то есть с автоматом, допустим, от того человека, Наши пушки целые отзывали. Как было? Ротируйте. Сколько? Как буряйте! Противотанковая пушка ЗИС-3. Образца 1942 года. Конструкция Грабина. Самая знаменитая наша противотанковая пушка полевой артиллерии. Массовое производство было организовано и проводилось в 1943 году. И до самого конца войны. Вот эта пушка довоевала. Показала себя очень хорошо. Надежное, удобное орудие. После войны стояла на вооружении долгое время. Потом экспортировалась. Экспортировалась еще в разные страны. До сих пор еще где-то воюет наверняка. Вот заряжается вот с этой стороны. То есть с этой стороны находится наводчик, который наводит. Заряжающий стоит здесь. Заряжает вот так снаряд. Рукой туда. Потом наводчик наводит уже. Вот. Навел. Давай, да. Заряжено. Вот так нажимать на спуск. Бах. А вот это спуск, да? Это спуск, да. То есть вот весь ствол вот с этим сказенником вот так вот. Он откатывается сюда. Срабатывает механизм. Выкидывается оттуда гильза. Открывается замок. То есть и уже вот так обратно встает уже на боевой взвод орудия. То есть следующий снаряд. То есть уже ничего не делая, не открывая, не заряжая, не перезаряжая. Просто закидывается снаряд. Опять, значит, наводится. А какой расчет у оружия? Шесть человек. Пять-шесть человек. Наводчик, командир. Заряжающий. Два лафетных и один снаряды подносит. А возили ее как? На лошадях. Сначала на лошадях, да. Потом, естественно, уже там на грузовиках цепляли. Там расчеты и орудия, снаряды все возили на грузовых уже машинах. А сначала на лошадях, да. Ну, противотанковые там, да, бронебойные заряжались. Вот. На прямой дистанции до километра где-то. Вот. А если, ну, там какие-то укрепления или там по живой силе, там, били осколочно-фугасными. Вот. По укреплениям. А по пехоте вражеской там и шарапнельными снарядами тоже. Бризантные называется. Ну, любили ее. Пушку эту очень любили. Канал Миклух Макфлай. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.